Здравствуйте! Вы смотрите новости 1-го Карагандинского в студии Динара Сартаева. Сегодня я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях города. Сотни горожан будут отмечать День Конституции и вселение в новые квартиры. Это по городу, да, Майкудулка, город Юго-Восток. Увольнение беременной сотрудницы обернулось скандалом. Ураган и ветер с дождем сорвал крышу с жилой ипотечной новостройки по проспекту Шахтеров. Кирпичная кладка обрушилась на легковые авто припаркованной близ стройки. Сейчас мы находимся на крыше новой новостройки на Юго-Востоке, с которой буквально два часа назад из-за сильных порывов ветра и дождя снесло крышу над подъездным колпаком. К счастью, жертв удалось избежать, а вот автовладельцам придется раскошелиться на ремонт транспорта. Ветер большой скорости пронес кровлю многоэтажки по двору. Конструкция приземлилась возле электростанции. Без кровли остался и второй корпус Каргум. Здесь ветер сорвал порядка 80% профлиста. На место прибыли сотрудники ДЧС, которые тут же демонтировали остатки конструкции, свисавшись с крыши. Обломки, оказавшиеся на земле, будут разобраны до конца недели. Увольнение беременной сотрудницы обернуло скандалом. Жительницу сортировки сначала незаконно уволили из центра ЗОЖ. Позже работодатель повесил на женщину уголовное дело. В чем обвиняют даму в положении, узнавал наш корреспондент. Александре Ломакиной через месяц предстоит стать мамой. Однако вместо того, чтобы готовиться к предстоящим родам, женщина бегает по судам. В апреле прошлого года стала менеджером в Центре формирования здорового образа жизни. Трудовой договор женщина и работодатель заключать не спешил. Подпись в документе удалось поставить лишь через год трудовой деятельности. Когда я попросилась в отпуск, изначально мне не хотели предоставлять трудовой отпуск. Но потом с 8 апреля отпустили в отпуск. По истечению этого отпуска, вот как я вышла, меня попросили напечатать трудовой договор. В следствии чего сейчас из-за этого договора весь сырбор. Александре Ломакиной было предложено подписать документы. В них указано, что женщина несет материальную ответственность за прилегающую территорию к Центру. Починенная отказалась. Тут же и предложили другой вариант – увольнение по собственному желанию. А тут выяснилось, что филиал Центра и вовсе закрывается. Александра попросту попала под сокращение. К тому времени женщина была на седьмом месяце беременности. Александра Николаевна на тот момент находилась в состоянии беременности. Соответственно, работодатель не имел права ее увольнять по этому подпункту. Ей должны были предложить, поскольку само юридическое лицо своей деятельности не прекратило, а по-прежнему продолжает осуществлять деятельность, должны были ее перевести в саму главную организацию. Девушка обратила в суд. Его она выиграла. Однако там же в суде выяснились новые обстоятельства. Ответчики, представители Центра формирования здорового образа жизни, подали заявление в правоохранительные органы. Заявление приняли и даже возбудили уголовное дело против Александры Ломакиной по факту подделки документов, а именно трудового договора. Беременная женщина рассказала о других подробностях дела. Исполнительный директор Центра ЗОЖ сама попросил ее составить трудовой договор по образцу бывшего сотрудника. В суде экс-сотрудница Центра признала этот факт. Руководитель организации этого тоже не отрицает. Исполнительный директор тоже не отрицала этого, что она меня попросила напечатать договор для того, чтобы у них в приемной не было проблем. Правозащитник Александра считает возбуждение уголовного дела по факту подделки трудового договора необоснованным. Возбужденное уголовное дело было необосновано, поскольку составив данный трудовой договор, просто напечатан и заполнив, она не получила какой-либо материальной выгоды. То есть это никаким образом не улучшило ее материальное положение. Она не получила никаких привилегий. А вот у руководства Центра формирования здорового образа жизни совсем другое мнение. Все обвинения в их адрес они опровергают, осуждая бывшую подчиненную в подделке документа. Вы дали ей образец, мы его заполнили, только свою подпись поставили. Она его перепечатала. Ну, я сказала напечатать. Как напечатать трудовой договор? Трудовой договор дается в двух пентаглярах. Вы сами устраиваете на работу? Вам дают напечатать трудовой договор, вам уже никто не скажет, напечатайте трудовой договор. Правильно? Да. Ты понимаешь, что рукает девочка. Вот, ну, она говорит то, что исполнительный директор дала образец бывшей сотруднице-уборщице. Говорит, напечатай и заполни, ну и подпишет. Такого никогда вообще не может быть просто нет. Далее готовый трудовой договор. И она перепечатала какие-то пункты, убрала только. Тем не менее, уголовное дело возбуждено. Сейчас проводится следствие. На чьей стороне окажется Фемида, покажет время. Будем это все обжаловать, потому что считаем, что это было все сделано незаконно. И надеемся, что все-таки моего доверителя реабилитируют и уголовное дело прекратят. Маленькие карагандинцы всем городом готовят к предстоящему учебному году. Продолжается благотворительная акция «Дорога в школу». Всего за месяц рюкзаки с канцелярскими принадлежностями и школьную форму получили свыше 2000 детей из социально незащищенных семей. Карагандинские депутаты тоже не остались в стороне. Вместе с бизнесменами и чиновниками они активно оказывают социальную помощь. Индивидуальные предприниматели, это крупные компании, это просто физические лица, которые душой болеют за наше будущее, потому что мы все понимаем, мы все знаем, что будущее – это наши дети. Рюкзаки учебной принадлежности, школьная и спортивная формы. Еще несколько десятков детей готовы к новому учебному году. Ни для кого не секрет, что собрать ребенка в школу занятия дорогостоящие. И по карману далеко не каждому родителю. Часть затрат в рамках акции взяли на себя Акимат города, спонсоры и карагандинские депутаты. Для вас делается все, чтобы вы стали грамотными людьми, знающими людьми, ответственными. От ваших успехов зависит успехи нашей республики. В ходе мероприятия во Дворце детей и юношества более 20 детей получили подарки. Благотворительное мероприятие состоялось и на базе гимназии номер 93. В роли спонсоров также выступили крупные финансовые учреждения, чиновники и народные избранники. В портфелях есть все, что нужно для занятий в школе, кроме учебников. Я хочу выразить, я хочу выразить большую свою благодарность городскому масляхату. И как мама, многодетная мама, у меня четыре детей, и я очень рада. И действительно тяжело собирать сейчас детей в школу. И большое спасибо. Это, конечно, не последняя помощь. Наша акция продолжается до 31 сентября. И мы еще не раз будем оказывать нашим детям помощь посильную. Но мы охватим как можно больше детей. Особое внимание уделили детям с ограниченными возможностями. В центре «Лучик надежды» для малышей устроили красочный концерт. Полине Васильевой – 8 лет. Она – особенный ребенок. Сегодня девочка, как и многие другие ее сверстники, получила нужный презент. Рада не только второклассница, но и ее мама. Очень приятно такое внимание. Родителям приятно, когда детям радостно. Тем более, таким деткам, как наши. И, естественно, огромное спасибо Татьяне Иване. Вообще, прям просто очень большое спасибо за то, что нас не забывает. Уделяет каждое внимание каждому ребенку. Отметим, что акция «Дорога в школу» проходит с 1 августа по 30 сентября. Всего за месяц социальной помощи удалось охватить больше 2000 детей на общую сумму порядка 3 миллионов тенге. Еще столько же школьников планируют обеспечить всем необходимым к учебе до конца благотворительного мероприятия. Ирина Камышова, Жаслана Мандыков, Первый Карагандинский. Сотни горожан молодых семей будут отмечать День Конституции Республики Казахстан вселением в новые квартиры. Государственная программа «Доступное жилье» обрела конкретные формы. Ключи от квартир до 2015 года получат около тысячи карагандинцев. На улице Кузимбаева праздник. Ключи от новых квартир получают 65 семей. Строители подгадали и сдали новенький пятиэтажный дом накануне празднования Дня Конституции. Двойной праздник отмечают новоселы. Точно такой же дом заселили и на улице Бирюзовой. В основном квартиры получили молодые семьи и очередники. В доме однокомнатных квартир совсем мало. В основном двух- и трехкомнатные. Описать радость получения ключей просто невозможно. Люди заранее присматривались к квартирам и решали, какую мебель завозить. В какие комнаты что поставить. Многие ждали этого момента не один и не два года. В этом году мы сдаем проспект шахтеров 36, около 400 квартир. Шахтеров 37, около 200 квартир. И опять же Шапогат, это бывшая леса, там тоже около 150 квартир. Около 800 квартир мы сдадим на следующий год, это 14-15 года, по линии ЖСБК. По программе «Доступное жилье» строится пять домов. Три пятиэтажных и два девятиэтажных. Около 500 квартир получат очередники, молодые семьи и социально уязвимые слои населения. Сергей Высокозов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Заслуженные награды нашли своих обладателей. В канун Дня Конституции звание почетного гражданина Караганды удостоились три коренных карагандинца, внесшие весомый вклад в развитие родного города. Еще в начале августа городские депутаты на очередной сессии Маслихата утвердили три претендента на звание почетного гражданина Караганды. Гражданами с большой буквы стали бизнесмен Казбек Ашляев, доктор физико-математических наук, Тимир Галико Китай и двукратный чемпион мира по боксу Геннадий Головкин. Награды ко Дню Конституции страны вручал глава региона Аким Караганды, секретаре областного и городского Маслихатов. Мне очень приятно, я горжусь тем, что я получил почетного гражданина города. Я считаю, что может быть даже это еще рановато для меня, так как находясь в зале, я вижу сколько людей, действительно достоин этого, больше чем я. С другой стороны, это очень почетно, я просто горд. Далее короткая реклама, не переключайтесь. Далее короткая реклама, не переключайтесь. Далее короткая реклама, не переключайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». Долина Нанди. Прекрасный выбор за вами. Между тем, областные депутаты одобрили работу главы региона. На очередной, 18-й сессии областного Маслихата Бауржан Абдишев представил на суд народным избранникам отчет о проделанной работе. К слову, работа произведена большая, заключили представители депутатского корпуса. Глава региона рассказал о выполнении возложенных на него функций задач, о присвоении звания «Почетный гражданин области» и других вопросов областного значения. Народные избранники единогласно поддержали работу Бауржана Абдишева. Еще одним вопросом прошедшей сессии стал отчет о деятельности постоянной комиссии областного Маслихата по социально-культурному развитию и соцзащите населения. С докладом выступил председатель комиссии Сергей Адикенов. Добавим, что депутаты пришли к мнению, что необходимо усилить контроль по выполнению постановлений и решений сессии Маслихата. Во-первых, суметь построить организационный механизм в решении проблем наших избирателей. И во-вторых, наладить обратную связь с избирателями. Мы должны знать, чем они живут, чего желают, к чему стремятся. Необходимо не отстаивать интересы своих избирателей. Для этого они нас с вами избирали своими представителями. В Шахтерской столице продолжается акция «Караганда – чистый город». Накануне Дня Конституции десятки волонтеров приводили в порядок Октябрьский район города. И мы говорим «нет» грязному городу. Мы говорим «да» замечательному городу Караганде. Караганда – чистый город. И мы поздравляем всех участников и жителей сегодня Октябрьского района, которые поддержали нас. Порой становится стыдно за горожан, которые небрежно выбрасывают мусор из окон проезжающих машин. За безграмотные объявления, расклеенные в крик и в кость. Окурки, которые хрустят под ногами. Чисто не там, где метут, а там, где не мусорят. Простейшая житейская мудрость, но ее придерживаются далеко не все горожане. Сегодня у нас проводится акция «За чистый город» совместно с Акиматом города Караганды, с Центром по работе и поддержке по работе с молодежью, с неправительственной организацией города Караганды. Цель мероприятия, прежде всего, это привлечь жителей города, чтобы они незаконно не расклеивали объявления, что первое, прежде всего, это пропаганда окружающей, чистота окружающей среды. Волонтеры организовали флешмоб, прошлись по остановкам автобусов от микрорайона «Восток-1» до рынка «Гасыр». Главное – привлечь внимание горожан к проблеме чистоты в городе. За это ответственен каждый, живущий в нем. Мы за чистый город. Инициатива, конечно, исходила от Акима города Караганды, Акимата самого в частности. И мы поддерживаем эту инициативу и готовы в рамках государственного социального заказа выполнять эту работу. Работа нужная, работа интересная. Караганда становится красивым городом, канун праздника. И поэтому любая общественная организация, любая общественная, она вспомогательная по отношению к государству. И мы поддерживаем любую инициативу и готовы работать на красоту нашего города. Акция «Караганда. Чистый город» продолжается и привлекает все больше сторонников. Это не только общественные организации и КСК, но и рядовые граждане. Уважая себя, ты уважаешь свой город. Сергей Высокосов, Кайрат Рашитов, Марат Кулкенов, Первый, Карагандинский. Карагандинцев приглашают на праздничное шествие ко Дню Конституции. Оно состоится 30 августа в 12.00 на набережной Центрального парка. Мероприятие продолжится праздничным концертом и вечерним фестивалем огненного искусства «Пламенный путь». Кроме того, 30 августа состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Места проведения прежние. Проспект Республики у торгового дома «Гринмарт», микрорайон «Восток-1-2» в коммунальном рынке «Гасыр», а также по проспекту Нуркен-Абдирова социальный павильон в районе «Юбилейного». В Пришахтинске прошел второй районный конкурс патриотической песни «Казахстан Сенжайлы Эн Саламан». Организатором выступил Дом культуры молодежный, поддержал мероприятие «Акимат Октябрьского района». На сцене сразились мастера вокального искусства, а также участники дворовых клубов. Возраст таланту не помеха, говорят организаторы. Конкурс призван укрепить казахстанский патриотизм, воспитать гражданственность среди молодежи и подростков. По окончанию мероприятия всем конкурсантам выдали сертификаты, дипломы и денежные призы. Цель нашего мероприятия – выявление молодых талантов и талантов более старшего поколения, приучение к культуре. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». Более 5000 болельщиков пришли в эту ночь поддержать карганинский «Шахтер». Трансляция матча Лиги Чемпионов между горняками и шотландским «Селтиком» велась по трем светодиодным мониторам, установленным на стадионе. Несмотря на грандиозную поддержку, одолеть именитый клуб в ответном матче карганинским футболистам не удалось. В Шотландии в ответном матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов «Селтик» разгромил «Шахтер» со счетом 3-0. Авторами голов стали Крис Команс, Георгий Самарас и Джеймс Форест. Забивший мяч – компенсированное время. Еще неделю назад «Шахтер» одержал победу 2-0. Этого горнякам не хватило. Таким образом, шотландский клуб пробился в групповой этап состязаний. Несмотря на поражение, многие болельщики и ветераны спорта считают большим достижением участие «Шахтера» в престижном футбольном турнире. На этом мой выпуск подошел к концу. Оставайтесь на нашем канале и будьте в курсе всех событий. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok